Есть ли, в принципе, с составом, который сформировался относительно внезапно? Кто-то играл раньше, кто-то играл в этом сезоне, потому что к этой игре, в принципе, готовится весь год. Все команды, что самая ответственная игра. Поэтому мы собрались, например, с составом уже всем знакомым, но для этой игры слегка новым. Получили хороший результат, повышенный рейтинг. В этом году повышенный рейтинг позволял играть и в премьер-лиге, по первому каналу, и в первой лиге в Казани, и в международной лиге в Минске. Изначально их смотрел один из редакторов, в лиге, в которой мы играли. И он посмотрел, говорит, что это вполне телевизионный вариант, который очень хороший. Чтобы попадать на первый канал, нужно иметь совсем другие бюджеты для поездки. Команды, которые действительно приезжали с чего-то добиваться, они имели на тот же Сочи бюджет в миллион рублей. Но из них далеко не все вообще попали куда-то в телевизор. Изначально ребята собирались поехать за свои деньги, хотя бы просто показаться, что есть еще такая команда, она еще живет. И вот не теряйте нас из виду. Были даны деньги на то, чтобы нормально жить в гостинице «Жемчужина», там, где проходит фестиваль, участвовать в этом, быть наравне со всеми. Спасибо за это, конечно же, главе Игоря Алексеевича, вам отдельное спасибо. Естественно, еще одному человеку, который прям принял непосредственное участие, очень заинтересовался. Это Илья Георгиевич Конакиди, который прям, ну, он все там, такую инициативу проявил. Команда сейчас должна прям пахать, пахать, пахать и пахать. Сейчас, 14 февраля мы играем в Геленджике, там стартует сезон. 21-го, вот как раз, открывает сезон Новороссийской региональной лиги Международного союза КВН. Потом уже дальше летим куда-то. Москва, Минск. Ну, понятно, что Минск пока в прерогативе. Видели кого-нибудь из известных, уже из Камеди ребят, общались там? Конечно, они все там были, вот так, на одном уровне. Ты проходишь, он может с тобой рядом за столом сидеть. Тот же Мартиросян, тот же Азамат, он садили. То есть все, они вот все рядом, все в одной тусовке. Естественно, надо усиливаться, надо менять, в первую очередь, концепцию, я так считаю. Сейчас очень клево работают команды, которые играют в разных образах, да, там. Как это были, допустим, тот же уездный город, там, или, неважно, там, какие-то пельмени. Ну, мы берем команды, да, которые сейчас действительно самые яркие, самые интересные. Русская дорога, есть четкие, прописанные образы, ну, понятно, там, Наполеон Динамит, там, еще кто-то. Сейчас какой-то шуткой уже очень тяжело людей удивить, потому что все уже придумано, уже прям, ну, что-то новое найти. А вот именно актерской игрой, какой-то яркой, интересной, с какими-то актерскими приспособлениями, это можно. Это прям, этого и ждут сейчас, на самом деле.